Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет обзор зарядного устройства. Заказал его в Китае. Это чисто китайское зарядное устройство. Название у него, не знаю, написано Smart Charger. Возможно, это и есть название этого зарядного устройства. Оно работает в диапазоне 12-24 вольта, то есть есть переключатель. Заряжает все свинцово-кислотные аккумуляторы, начиная от обычного кислотника, заканчивая АГМ. Плюс литиевые и литиево-железо-фосфатные. Это, в принципе, для чего я и брал эту зарядку. Поставляется она в хорошей такой картонной упаковке. Сделана качественно. Вся информация здесь показывает, какое напряжение у него работает максимально. в режимах, например, по литиевым батареям, по литиево-железо-фосфатным. Модель его P25-25AMP-N25. Ну, как-то так. В общем, я не знаю, какое его реально название. Вот если так смотреть, то 12V-24V, ну то есть 12 вольт, 24 вольта, Smart Battery Charger. Возможно, это и есть и нормально. Давайте посмотрим, что внутри там. Коробочка, еще раз хочу сказать, выполнена хорошо. Вот такие вот поролоновые прокладочки. Кабель питания стандартный. Высоковольтные клещи. Радует, что медь. Не просто вставки медные, а реально полностью медные. Сделаны, в принципе, хорошо. Плюс уже разъемчик. Не просто выходит, а именно разъемчик. XT-60HF. Ну, круто. Кабеля мягкие, но, мне кажется, возможно, понтоватые. Плюс клемма еще есть в комплекте. Ну, и сама зарядка. Слушайте, ну она маленькая. Так. Ну, вот она. Вот она зарядка. Есть только одна кнопка. Запах, как только открыл, сразу пахнет таким добротным китаем. И люфтоп. Тяжеленькая, увесистая. Сделана плотно. Сразу видим кулер. Вход для питающего кабеля. И вот выход для наших крокодилов. Странно, что реально одна кнопка. Да, наверное, одна кнопка и просто переключаешь. То есть она, скорее всего, автоматически подстраивается как-то. Так, что еще есть? Инструкция. Да, инструкция. Инструкция на английском языке. То есть все будет понятно. Я думаю, пришло время испытать ее. Вот у нас сотка литий-железо-фосфатная, полностью новая. Это у нас обычный кислотник 60-амперный. Ну, он уже такой подмертный. Сейчас попробуем запустить. Как, в общем, будет зарядка у нас реагировать на эти аккумуляторы. Ну, давайте из кислотника. Это у нас low, medium. Репарь, восстановление. Ну, low, медленное. Давайте. Выцепляем одну клемму. И вторую. Сразу включился кулер. Аккумулятор почти заряженный. Странно, почему-то фаренгейты показывают. Вот, если видно, это все данное. Возможно, как-то нужно это изменить, конечно. На 69 градусов по фаренгейту. 1,8 ампер. Ампер часы пока нисколько не было. Да, видите, в модели 35-амперный. Тут есть переключатель еще. Наполнительный. За быстротой зарядки. Кулер дует сильно. Шумноватая такая зарядка. Ну, как-то так. Отдал 0,1 ампер час. Ну, это быстрая зарядка. А вот он у нас инициализирует. На 12,6 аккумулятор 12 вольтровый. Ну, давайте попробуем его кинуть на наш набитый железный фасад. Сравиньки сразу отключились. Ну, давайте сюда. Тут, конечно, болтики. И что у нас? здесь пошло. 1,9 ампер. 13,1 ампер. Непонятно. Не вижу изменений никаких. Думаю, 80 ампер. Давайте намедим. Выросла температура. 85-13,6 вольта. 14,8 ампер. Да, все. Он его инициализировал. Потому что он дает уже больше амперов. А если еще больше? 13,9 ампер. 12,6 ампера. Это у нас, повторюсь, клетит железо-фасад. Прошло полтора часа. Провода у нас теплые. Прям хорошо теплые. Аккумулятор взял на себя 33 ампер часа. Что еще у нас? Ампераж сейчас 19,1. Вольтаж на аккумуляторе 14,2. Температура 96 градусов по Фаренгейту. Ну, на Цельсии это около 35 градусов. Не могу только понять, температуру показывают аккумуляторы или температуру показывают зарядное устройство. Зарядка теплая, не горячая. Аккумулятор холодный. Так что вот, не знаю, какой заряд, ну, какую температуру он показывает. Смущает только одно, что показывало 80, 80 до 100 процентов мигает. Мигает процесс зарядки. Процент деления последний мигает. И вот непонятно, уже полтора часа и взял он на себя 33,6 ампер часа. Сколько оно еще будет заряжаться, непонятно. Не знаю. Сейчас попробуем мантиметром, давайте померяю. сколько у нас дает самозарядное. 15, оно импульсное, видите. 15,63, 15,57, 15,64, 15,59. Все время скачет импульсное. Прошло два часа. У нас уже успели отключить свет, но ненадолго, буквально на две минуты. Успело все перезагрузиться. Сейчас у нас показывает шкала не от 60%, то есть не от 80%, а от 60%. И как бы все там обнулилось. Показывает 19,2 ампера, 0,5 ампер часов отдано, 95 градусов по фаренгейту и напряжение 14 вольт. Зарядка наша длится уже три часа, это если весь диапазон рассматривать. И видим следующие показатели. Это 19,2 ампера, 91 градус по фаренгейту 14,1 вольт и 13,1 ампер час уже забрано батареей. Я, наверное, буду прекращать наш эксперимент, потому что переживаю за батарею. Меня смущает больше всего, что когда я мерил до этого, вольтаж показывал на клеммах вольтаж в 16,5. Мне как кажется, что это, наверное, для литий-железо-фосфата это, наверное, много. Давайте сейчас померяем. Вот видите, сейчас показывает опять 16,25. Но он скачет. Импульсное значение. И они настораживают, переживая, чтобы эта батарея не лягла. и, наверное, ничего не получится сказать об этой зарядке, потому что что о ней скажешь. Я ее специально брал для того, чтобы заряжать и литий-железо-фосфатный, и свинцово-кислотный, ну, и АГМ. Вот так. Непонятно, как она заряжает. Дальше что-то я переживаю заряжать эту батарею. Наверное, дождусь, когда приедет оригинальная батарея, я имею в виду, не батарея, а оригинальная зарядка именно этой же фирмы. И тогда попробую сравнить характеристики, как она будет. Ну, а если видео понравилось, ставьте палец вверх и пишите в комментариях, нужно ли продолжение. Потому что в любом случае я буду тестировать ту зарядку, которая придет, я имею в виду оригинальную. И просто, стоит ли видео записывать или нет, пишите в комментариях. Итак, всем спасибо, всем пока. А вот и оригинальная зарядка пришла. Пауэрклим. И тут тоже Пауэрклим. Пауэрклим.